А в Ханты-Мансийске легкоатлеты покоряют спортивные горизонтали. 200 спортсменов из Югры борются за возможность представлять округ на уровне Урфо. Участников чемпионата и первенства округа по легкой атлетике столица Югры встретила сильным ветром и дождем. В таких условиях спортсмены толкали ядро и бегали 100 метровку. О том, как непогода сказалась на результатах, расскажет Дмитрий Пришвецин. Королеве спорта дождь не помеха. А вот принцы и принцессы дорожек перед стартами прячутся в манеже, проводят интенсивную разминку и готовятся к своим забегам. В гордом одиночестве разминается и Татьяна Эткина. Легкая атлетка из Сургута выступает на коротких дистанциях, бегает исключительно 100 метровку. В легкую атлетику пришла из лыжного спорта, но самое интересное, что могла надеть не беговые шиповки, а бутсы и гонять по полю мяч. Меня звали также и в греблю, и в футбол играет. Я как бы и в футбол играю, но как-то легкая мне больше. Я спринтер, и в лыжах было, а здесь прям спринтер-спринтер. А раньше я в садике бегала тоже очень быстро, и надо было раньше заниматься этим. Но у нас снег, и легкая атлетика не развивалась. Самое сложное для спринтера – это собраться с мыслями. Ее наставник в день стартов обычно неразговорчив. Да и сама Татьяна предпочитает проводить время в гордом одиночестве, слушая мотивирующую музыку и настраиваться на бег. Все то, что переживает спортсмен, все то же самое переживает и тренер. Поэтому мы стараемся перед соревнованиями, перед основным стартом со спортсменом фактически не общаться, потому что даже малейшее поведение тренера, неправильное даже обращение может привести к срыву спортсмена. Под руководством Владимира Власова спортсменка выступает уже 9 лет. Все напутственные слова и наставления даются накануне стартов. Работа над ошибками – сразу после. В этом году поставили задачу пройти отбор на чемпионат России и выполнить норматив мастер спорта. В отборочном забеге сургутянка первая, но радости на лице не видно. Я скажу, что я недоволен результатом. Тут ветер в лицо. Я думаю, что это из-за погоды. Сургутяне приехали на соревнования во всеоружии. Помимо Татьяны Эткиной на старт выйдет член сборной России, многократный призер чемпионатов Европы – Павел Ивашко. Соревноваться с Павлом будут спортсмены на дистанции 400 метров. Всего же на окружные соревнования приехало более двух сотен атлетов из 13 регионов. Весь резерв просматриваем и сильнейшие команды мы в субботу отбираем. И у нас уже традиционно в тренерском совете мы решаем, кто будет защищать честь округа. Поэтому здесь у нас участвуют самые сильнейшие спортсмены и борются за путевку нападания на Уральский федеральный округ. За два соревновательных дня атлеты определяют сильнейших в толкании ядра, многоборье, а также в эстафете и шести беговых дисциплинах. Дмитрий Пришвицин, Антон Ракитин, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.